ЧЕРКЕСКАЯ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалёва. Сегодня в выпуске. В ауле Адельхалк Ногайского района завершился капитальный ремонт средней школы, проводимой по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимризова. Более 12 тысяч школьников в летний период отдохнули в загородных и школьных лагерях с дневным пребыванием в Карачаево-Черкесии. В Михайло-Архангельском храме в станице исправно состоялось открытие мемориальных плит казакам Кубанского казачьего войска, награждённых Георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Итак, главным новостям. В ауле Адельхалк Ногайского района Карачаева-Черкесии завершился капитальный ремонт средней школы, проводимой по поручению главы республики Рашида Тимризова. Рабочая группа министерства, глава администрации Ногайского района Мурат Хапиштов, представители родительского контроля оценили готовность школы. Полностью обновлена материально-техническая база учебных помещений, появился новый актовый зал с комфортными креслами, современная сцена, где будут проходить театральные кружки и секции, и все общешкольные мероприятия. Кроме того, в обновлённом здании школы, рассчитанной на 300 мест, появится точка роста. Новое современное оборудование для школьной столовой. В рамках исполнения поручений президента России по модернизации школьных систем образования еще в пяти учреждениях Карачаева-Черкесии капитальный ремонт завершится в следующем, 2023 году. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Всё для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам Донецкой и Луганской народных республик, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со средствами массовой информации Народного фронта по Карачаево-Черкесии Зураба-Бемурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Власти изменили систему льготного кредитования бизнеса, объединив две программы в одну и сильно снизив процентные ставки. Ранее малый и средний бизнес мог получить займы и кредиты на пополнение оборотных средств по ставке от 13,5%. Теперь вместо них будут выдавать кредиты по ставке 4,5 и 3%, которые можно потратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Срок кредита увеличился до 10 лет. Льготная ставка будет действовать не более одного года. Льготные кредиты доступны компаниям из реестра малого и среднего бизнеса, а также самозанятым из любых отраслей экономики. В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп – это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия от затопления и подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, испытывали такие неудобства с угрозой затопления и подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И, понимая всю серьезность этих объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. По подозрению в совершении мошеннических действий задержан 31-летний житель Владикавказа. Ранее в полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей на городской телефон позвонила неизвестная, представилась ее дочерью. Она сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте, ее сбил автомобиль. Далее якобы трубку взяла следователь и пояснила, что водитель транспортного средства, не справившись с управлением, врезался в дерево и находится в реанимации, и что для невозбуждения уголовного дела необходимо передать миллион рублей. После чего пенсионерка сняла денежные средства в одном из банков Черкеска и передала неизвестному мужчине, который ждал ее в назначенном месте. Отделом дознания отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району в отношении 58-летнего жителя возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота наркотиков, мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции по Усть-Джигутинскому району перед входом в его домовладение обнаружили полимерный мешок, внутри которого были различные части растения мак. Следственным отделом по Прикубанскому району также возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя поселка Ударный по признакам незаконного оборота наркотиков. У него по адресу проживания было изъято наркотическое средство массой в 350 граммов, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На северном склоне главного Кавказского хребта на леднике Птыш туристы обнаружили артиллерийские немецкие снаряды времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии идентифицировали опасные предметы и с соблюдением всех мер безопасности найденное было уничтожено на месте накладным зарядом. Открытие мемориальных плит казакам Кубанского казачьего войска, награжденных Георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 годов, состоялось в Михаил-Архангельском храме Станицы Исправной. Мероприятие приурочили к столетию Карачаева Черкесии. Сборы материалов о георгиевских кавалерах начались давно. В течение нескольких месяцев составлялись списки о георгиевских кавалерах, выходцах из станиц Баталпашинской, из Джигутинской, Зеленчукской, Кардоникской, Старожевой и Исправной. Работой занимались ученые-историки Павел Николаевич Стрелянов-Колобухов, написавший фундаментальный труд казаки Кубанского войска в Великой гражданской войнах и эмиграции, а также представители Баталпашинского исторического общества, действующего при Никольском соборе города Черкеска, куда входит около 20 действующих историков и краеведов Карачаева Черкесии, занимающихся изучением истории родного края. Это и работа в архиве, и распределение данных по отношению к той или иной станице, разработка макета и изготовление плит. В честь торжественного открытия мемориальных плит был дан оружейный салют. Медерсе-интернат в селе Учки-Кен объявляет набор студентов на бесплатное обучение. Набор ведется до 10 сентября. Для того, чтобы попасть на собеседование всем абитуриентам от 14 лет и старше, необходимо заранее записаться через WhatsApp по номеру 8-928-817-4200. Учеба в Медерсе осуществляется по трем направлениям. Имам Хатиба – преподаватель исламской религии ханафитского масхаба, курс обучения 4 года. Хафиз – чтение Корана наизусть 3 года. И основы ислама 2 года. При Медерсе имеется специально оборудованное общежитие, где студенты могут находиться круглосуточно, а также столовая. На территории Карачаева Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северная сеть из Ставрополя и Кубани, режиссер и продюсер проекта Бешер Ерока планирует снять серию документальных фильмов для адыгской медиа-энциклопедии. Все серии будут сопровождаться авторской музыкой. Эпизоды планируется перевести на английский, турецкий, арабский языки, чтобы их смогли увидеть представители диаспоры за рубежом. Серии хотят показать на различных фестивалях, кинофорумах и кинотеатрах, а затем выложить в свободный доступ в интернете. В Карачаево Черкесию прибыла команда волонтеров проекта «Заповедная школа Русского географического общества на особо охраняемых территориях». Целую неделю они помогали нашим специалистам в благоустройстве Тибердинского национального заповедника, а также успели очистить от мусора ряд заповедных территорий республики. Об этом рассказала руководитель проекта «Заповедная школа Русского географического общества» Екатерина Белякова. «Заповедная школа РГО объединяет разные заповедные территории с целью проведения молодежных проектов, где ребята помогают в развитии заповедных территорий, участвуют в очистке троп, занимаются интеллектуальным трудом, ну и также медиа-волонтерством создают фото и видеоконтент. В этом году таких регионов пять по всей стране, и вот одним из них стал Тибердинский национальный парк». С 1 сентября неправительственный экологический фонд имени Вернадского объявляет о старте приема заявок на участие в конкурсе на выявление поощрения и поддержку лучших экологических волонтерских инициатив и практик, значимых для Российской Федерации. Конкурс проводится в восьми номинациях «Помогаем заповедникам», «Эко-волонтеры рекам, озерам и морям», «Волонтеры леса», «Эко-волонтеры города», «Мусору нет», «Эко-взгляд», «Эко-молодость» и «Эко-дело детства». Вся дополнительная информация о конкурсе представлена на сайте фонда вернадский.ру. В селе Красный Восток Малокарачаевского района порядка ста человек приняли участие в турнире по нескольким видам спорта в памяти Вадима Хабатова. Подготовкой соревнований занимался коллектив Дворца спорта «Алашара» во главе с Назиром Хомуковым. В свою очередь спорткомплекс выставил свою команду для участия в турнире, а также сельчане собрали еще три команды, назвав их «Абазги», «Торнадо» и «Сабр». Еще одна команда прибыла из Кисловодска, где сейчас проживают около полутора тысяч выходцев из Красного Востока. В программу турнира вошли состязания по мини-футболу, стрельбе из лука и пневматической винтовке, дартсу, шахматам и попаданию мячом в корзину. В других состязаниях лучшими стали Мурат Карданов по стрельбе из лука, лучшим по стрельбе из пневматической винтовки стал Абдуллах Байкулов, в игре дартс победил Дамир Шереметов, а лучшим в броске мяча в корзину стал Мурат Хутов. С 23 по 25 сентября курорт Архыс примет большой спортивный праздник «Забег Альпиндустрия Архыс Рейс». Соревнования соберут лучших бегунов из всех регионов страны. Спортсменов ждут 9 дистанций разных уровней сложности. Самая протяженная из них соединит Архыс и Красную Поляну. Регистрация на трейл открыта на официальном сайте мероприятия архысрейс.ран. Для самых выносливых впервые в истории соревнований организована дистанция со стартом на курорте Архыс и финишем в Красной Поляне. Общая протяженность маршрута составит 127 километров. Контрольное время прохождения 37 часов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. В горах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 36 градусов. В горах местами до 29 градусов тепла. Местами высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 34-36 градусов выше нуля. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...